Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня очень-очень радостное видео для меня, потому что сегодня я хочу сделать первое впечатление на новую палетку от Huda Beauty Rose Quartz. Мы сделаем с вами сегодня свотчи, посмотрим на каждый оттенок в отдельности. Также я вам немножечко расскажу о самой Huda, создательнице бренда Huda Beauty. Сделаем макияж вместе с Huda и также поговорим о других продуктах в этой коллекции. В общем, уже не терпится, давайте начнем! Давайте сначала немного расскажу о самой Huda. Ее зовут Huda Katan, и она является американским визажистом, бьюти-блогером и предпринимателем. Сейчас ей 38 лет. Сама она родилась в Окалахома-сити, штате Оклахома, но ее родители уроженцы Ирака. По образованию она вообще финансист, но она в 2010 году открыла свой блог, который называла Huda Beauty. Но в 2013 году она уже открыла свой бренд, который так и назвала Huda Beauty. Насколько я понимаю, Huda сейчас живет в Дубае со своим мужем и со своим сыном. Она ездила в Калифорнию для того, чтобы обучаться макияжу. Первый продукт, который создал ее бренд, были накладные ресницы. Она сразу начала продавать их через Sephora, ни больше, ни меньше. И, конечно же, таким образом, к ее бренду было привлечено очень много внимания. Ким Кардашьян поддержала ее и носила ее ресницы. И затем уже пошли тональные основы, палетки теней, палетки для лица. Кстати, интересный факт, что до того, как она открыла свой блог, она работала визажистом в компании Revlon. За последние несколько лет Huda использует также свой бренд для благотворительности. Как, например, в 2020 году она пожертвовала полмиллиона долларов вне коммерческую организацию, которая занимается гражданскими правами. Также были другие компании по поддержке азиатских женщин и индийских женщин. Но в этом году она участвовала в организации поддержку бедным, где они раздали миллион обедов. Ну что, а теперь давайте перейдем к самой палетке. Вот так вот она выглядит. Это пластик. И, как вы видите, здесь как будто бы розовый кварц, как будто бы слои кварца. И так все переливается очень красиво. На обратной стороне описание оттенков. Палетка сделана в Италии. Срок годности 2 года. Вот так вот она открывается. Вот так вот выглядит палетка. На первый взгляд такая розово-фиолетовая. У Huda есть YouTube-канал, на котором неделю примерно назад она выпустила видео, где сама рассказала об этой палетке, показала макияж. Так вот, она рассказала о том, что на создании вообще идея розового кварца появилась у нее, потому что она в поисках любви к себе. Она пытается учиться любить себя. Она так это и говорит в своем видео. И она говорит, что ее учитель, у нее есть учитель, ну духовный, я так понимаю, который, в общем, ее вдохновил на то, чтобы обратить внимание на этот камень розовый кварц. В общем, он ее направил, что вот в этом камне есть вот какая-то вот энергия для нее. Я понимаю, что это звучит очень ненаучно, но это то, как она это объясняет, это то, как она пришла к этой идее. Здесь 18 оттенков и в целом здесь 17,35 грамма. Наверное, особенность этой палетки в том, что здесь Huda положила нам, как она говорит, дохромы, хотя в описании на сайте они не называются дохромами. На сайте они называются Quartz Inspired Multi-Shimmer Marble Creams. Ну и, конечно, здесь очень такой интересный рефил серединки. Huda называет его жемчужинки в геле. Ну что, давайте пройдемся по каждому оттенку. Итак, первый это Quartz. Такой вот оттенок, она его называет Soft Shine Metallic. То есть такой металлик, когда его свочишь, то такой получается очень равномерный, тоненький слой. Не слишком яркий, но и не тусклый. Второй оттенок это Aurora матовый. Gratitude это такой матовый оттенок. Он вроде бы и такой теплый, но в то же время нейтральный. Следующий Cosmic Love, который Huda в своем видео именно называет дохромом. Это очень сияющий, красивый оттенок. Он очень-очень красивый. Я сегодня, кстати, его наносила на века вот в эту часть. Потрясающий, потрясающий, сияющий, красивый оттенок. И он немного такой кремовый. Следующий Empowered, это такой, называется Battery Metallic. Такой довольно мягкий, когда трогаете. И немножечко он такой, более такой рыхлый. Такое ощущение очень кремовое, когда наносишь его. Такой глубокий металлик. Следующий светлый тоже металлик Joy. Такой светлый, сияющий. Precious это матовый, такой серый. Но опять же, это видите, такой немного приглушенный серый. В нем есть какая-то даже розовинка. Shimmer Energize. Просто нереально сияющий. Вообще вау. Посмотрите, какое сияние просто из космоса. И очень такое ровное, смотрите. Это на один swatch. Следующий это Love Stone. Вот такой вот, жемчужный, как называют его, Huda. Когда вы к нему прикасаетесь, это просто такой гель. У него только у одного такая текстура. То есть, видите, он такой перелив у него есть. И там есть такие фиолетовые частички. Если наносить это как хайлайтер, я, кстати, пробовала, то такое ощущение, что просто мелкие блестки, если вблизи посмотреть наносите. Поэтому я не думаю, что это подойдет как хайлайтер. Так вот он выглядит. Но это просто как будто бы гель. Не совсем липкий, но чуть-чуть может быть. Не очень липкий. Следующий Cherished. Это такой матовый, светло-розовый оттенок. Это самый светлый матовый в палетке. Следующий Blissful. Тоже очень-очень сияющий. Вот это один из дуохромов. Наверное, синий-коричневый, если так говорить. Матовый Happiness. Такой довольно яркий розовый, матовый. Такая вот барби. Мантра. Это самый темный матовый оттенок. Она его называет как серо-кофейный оттенок. Serenity. Это матовый оттенок. Он немного более такой приглушенный. Не такой яркий, как Happiness. Следующий Metallic Abundance. Есть такая рыхлая текстура. Видите, вот есть какие-то такие. Но он очень-очень кремовый. Его наносить нужно совсем чуть-чуть и растягивать. Если наносить слишком много, я думаю, что будет просто осыпаться, потому что здесь такая плотная текстура кремовая. На мой взгляд, один из самых просто невероятно сияющих оттенков это Moon Magic. Это тот, который худо наносит, кстати, на себя в видео с макияжем. Здесь розовый, переливающийся, фиолетовый. Radiate матовый. Такой очень нейтральный, бежевый, но не слишком теплый. И такой очень красивый рефил, который называется Self Love. Он, значит, здесь такой светлый, это шиммер. И здесь такой золотистый, потом такой розоватый, шиммерный. Но когда вы смотрите на весь рефил, то вы видите такой перелив фиолетовых частичек. Такой вот сияющий, красивый, светлый шиммер. Ну вот, теперь давайте сделаем макияж, который я делала, повторяя, за худой, который она делает в своем видео на YouTube. Итак, первое, что она сделала, она взяла вот такой матовый оттенок Precious. Нанесла его на все подвижное веко. Она, кстати, использовала салфетку для того, чтобы сделать форму. И мне понравилась эта идея. Уже давно как бы об этом знала, но не пользовалась. Но мне это было очень удобно. Поэтому я, наверное, буду чаще пользоваться этой техникой. Затем она взяла оттенок Mantra, самый темный оттенок. И она сделала такую стрелочку. Использую, опять же, салфетку для того, чтобы сделать ровную линию. А затем она смешала три матовых оттенка Gratitude, потом вот этот вот Precious и Mantra. и нанесла их все на нижнее веко. Затем она взяла вот этот Moon Magic, невероятно сияющий, просто невероятно сияющий оттенок. Нанесла его на все веко просто. Но здесь я сделала небольшое изменение. Я нанесла его на первую часть века, а на вторую сюда часть я нанесла вот этот вот более темный, сияющий оттенок, который называется Cosmic Love. Затем худо взяла небольшую кисть, немного консилера и прорисовала вот такую вот как будто бы линию здесь очерчивая складку века консилером. Но она взяла совсем чуть-чуть консилера, я тоже так же сделала. Затем она взяла вот этот оттенок Love Stone и она нанесла его тоже при помощи кисти на подвижное веко для того, чтобы вот придать вот этот вот влажный эффект. Но когда я его нанесла, у меня было ощущение, что я немножечко приглушила вот это вот сияние, поэтому я потом просто сверху еще нанесла сияющих вот этих вот оттенков для того, чтобы вернуть это сияние. Получается, из этих оттенков, которые я использовала, я могу сказать, что мне понравились все, кроме вот этого с пупырышками, потому что я просто не поняла идеи, может быть, его отдельно будет красиво наносить. В общем, если вам интересен полный обзор на эту палетку с использованием всех оттенков в макияже, поставьте пальчик вверх этому видео. В общем, если наберем, не знаю, 100 лайков, то я сделаю подробный обзор на эту палетку по прошествии недели-полторы. Если говорить про эту палетку, то она не тестируется на животных, здесь нет никакого аромата. На мой взгляд, хоть палетка и светлая, но худо обещает, что она подойдет для любого цвета кожи. Также вы можете видеть, что здесь есть большое зеркало и палетка открывается на 180 градусов. Вот так. Она, кстати, шла вот в такой вот коробочке. Это картонная коробочка и она такое ощущение, что немножечко такая прорезиненная. Так вот она выглядит с обратной стороны. Кстати, если вы смотрели мое видео с палеткой Наташи Динона ретро, то я вам говорила, что Наташи Диноны все четверки, они работают друг с дружкой. То есть, любую четверку вы возьмете рядом и она поможет вам создать такой очень сбалансированный макияж, где оттенки будут хорошо сочетаться. Так вот здесь то же самое. Здесь Huda обещает то же самое на ее официальном сайте. Она говорит, что Куда также уверяет, что вот эти вот доохромы, как она их называет в видео, что они никогда еще не были никем созданы до нее такие. Хотя мы знаем, что доохромы прессованные уже есть. Например, марка Клеона и другие инди-бренды делают такие прессованные тени. Но, кстати, если говорить о марке Клеона, то она вообще не бюджетная. Там тени стоят от 10 долларов до 20, по-моему, 3 или 5 за одну, за один рефил. И там просто какая-то космическая цена за доставку. Я смотрела как-то блогера, она сказала, что она заплатила 39 долларов за доставку в Россию, в Санкт-Петербург. Вы представляете? 39 долларов за доставку, один рефил 10 долларов. Ну, палетка вышла 1 ноября, и она уже доступна на Cult Beauty, на официальном сайте Huda Beauty, ну, и, конечно же, на Sephora. Я посмотрела на все палетки, которые у меня сейчас есть, и я считаю, что это самое похожее, что есть. Я посмотрела, здесь есть парочка похожих матовых оттенков, но сияшки, конечно же, здесь вообще не похожи, ни по температуре, ни по формулам. Вообще, этой палетке, конечно, уже, по-моему, 2 или 3 года с тех пор, как она вышла, и поэтому, знаете, ощущается разница между вот этими сияшками, потому что сейчас более популярны такие доохромы, вот это из нового нюда, то есть, они тоже сияющие, но здесь они такие более плотные, более кремовые, более такие непрозрачные. Теперь давайте поговорим о том, что вошло в эту коллекцию. Конечно же, звезда этой коллекции это палетка Rose Quartz. На втором месте, на мой взгляд, это хайлайтер очень-очень необычный, который очень похож на формулу вот этого оттенка здесь такого, знаете, желе. Я сравнила их составы хайлайтера и вот этого оттенка. Есть такое подозрение, что этот хайлайтер сделали не для того, чтобы он стал каким-то очень популярным, а для того, чтобы просто привлечь внимание к этой коллекции, чтобы она чем-то выделялась особенным, другим, тем, чего еще другие все не делали, потому что, ну, если бы худо сделало просто какой-то сухой хайлайтер, то, ну, особого внимания, я думаю, что он бы не привлек, а здесь какая-то инновация, что-то новенькое. Также худо выпустило блеск для губ, который, кстати, очень похож на вот этот блеск, который у меня уже есть. Там такая же упаковка, здесь у меня просто он такой полупрозрачный и здесь нет никаких блесток, он абсолютно матовый, но это очень мелкие такие сияющие частицы, я бы даже сказала, то есть это не совсем блески, насколько я понимаю, в новом блеске даже есть частицы розового кварца. Кстати, нюхлая блеск, который вот с сияющими частичками новый в магазине, и вот этот, и я могу сказать, что они пахнут примерно одинаково, то есть это что-то очень легкое, но что-то химическое, но опять же легкое, еле заметный такой аромат. Также она выпустила набор из трех кистей синтетических за 35 долларов, кстати, хайлайтер стоит 39 долларов, я думаю, что совсем не бюджетно, если бы он стоил 29, я бы, наверное, его попробовала, за 39 я его пропущу тоже. У Huda Beauty, кстати, есть еще такой бренд у Huda, который называется Wishful, и вместе с этим Wishful, кстати, к этой коллекции они еще представили маску для лица, маска призвана подтягивать кожу, она стоит 39 долларов, в общем, обещают, что она отшелушит кожу и очистит поры, а также на сайте Huda Beauty есть блокнот, который называется Self Love, который стоит 17 долларов. Кстати, когда была в Sephora, я засвочила вот этот вот оттенок вместе с оттенком Heat Opin' Dream, такой вот фиолетовый, знаете, который вышел недавно, в общем, но они довольно разные по текстуре, здесь он более такой плотный, он покрывает все веко, то есть цвет полностью такой ложится и такое сияние равномерное, когда у Heat Opin' Dream это больше такие сияющие частицы, такой топер полупрозрачный, но если его наслоить, он тоже дает хороший цвет, но все равно там больше топер, когда здесь это больше такой как бы металлик с переливом, с намеком на дохру. В общем, такое получилось видео, расскажите, как вам эта палетка, понравилась она вам или нет, будете ли вы ее покупать или что-то из этой коллекции. Если вам понравилось это видео, то поддержите меня пальчиком вверх, подпишитесь на этот канал, если вам интересны обзоры новинок, покупки. Мы с вами увидимся в новом видео и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!